Ужасное состояние болгарских железных дорог ни для кого не секрет, и по этой теме я уже выпустил целых пять роликов на своем канале. Но этим летом вдруг произошло событие, которого пассажиры болгарских поездов заждались. Прибыли новые немецкие комфортабельные вагоны, и сразу было укомплектовано два состава. Я, в свою очередь, не упустил возможности прокатиться на этих новых вагонах и поездах, и у меня собралось достаточно видеоматериала и мыслей, которыми я хочу с вами поделиться в этом ролике. Так что, если вам интересно, что это за новые поезда и насколько они комфортабельны, то не переключайтесь, и сразу после заставки я вам все подробно расскажу и покажу. И, кстати, привет! Харьковский болгарин с вами! Но прежде чем непосредственно перейти к рассказу, я по сложившейся уже традиции попрошу вас подписаться на мой канал и настроить колокольчик, чтобы вам каждый раз приходили уведомления, когда на моем канале выходят новые ролики. Это несложное действие, вам ничего не стоит, а мне огромная мотивация для того, чтобы я не останавливался и продолжал выпускать интересные ролики. Потому что в будущем на моем канале будут некоторые изменения и регулярность выхода роликов будет сильно зависеть от вашей поддержки, такой как просмотры, комментарии, лайки и подписка. Все дело в том, что я коренным образом поменял свой образ жизни на днях, но об этом я расскажу уже в будущем своем ролике. Так что пусть это останется для вас небольшим тисером. А еще вы можете подписаться и на мой телеграм-канал, в котором я каждый день что-то публикую. А это значит, что о выходе грядущих роликов раньше всех узнают подписчики телеги. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Там я публикую разные новости и все, что меня самого интересует. А также там можно просто пообщаться. Но вернемся к новым поездам и вагонам. 22 июня 2024 года в путь отправился новый поезд с номером EV 3683 из Софии в Бургас, составленный из 5 новых вагонов, доставленных из Германии. События с помпой отметил сам министр транспорта Георгий Гвоздейков, при этом сам прокатился на этом же поезде. Правда, не упоминается, проехал ли он весь путь из Софии в Бургас, занимающий 6 часов. Сами вагоны представляют собой старые, около 40-летние вагоны, списанные в прошлом году у Deutsche Bahn. Вагоны хорошо сохранились, прошли освежительный ремонт, имеют кондиционеры, туалеты чистые и вакуумные. На этом их плюсы заканчиваются, но о минусах я поговорю чуть позже, когда расскажу уже о своем личном опыте путешествия на них по этому же маршруту. Тут лишь хочу показать вам наглядна реакция нашего горе министра транспорта и прокомментировать ее. В целото време говорите за модернизация, но всъщност, колко модерни са тези вагони, които идвате, като се появи информация, че вагон може да бъдат на 20-30-40 години. Вижте, всякаква информация чувам, на всякаква информация се наслушах, но това, което мога да кажа е, че тези вагони, които пристигнаха в България до декември месец, до 23 декември се движиха по жрезопъдната мрежа на Германия. И много ми е чудно как нашите граждани, които се хорят в Германия и се возят на тия влакове, там няма мрънкане, няма забележки, а когато това нещо дойде в България, се започват да се варят от 9 дола вода с извинения за изразване точно така. Нека да оценяме това, че ние в много къс период успяхме да подновим подвижността в България, тъй като то е на безобразно ниво. И това, което в момента разполагаме като доставка от Германия, трябва да ви кажа, че макласи. И тази техника е поддържана по всички европейски изискване и стандарти на Европейски си усени Германия. Нека да не търсим така сензация и отново интриги, а да бъдем малко по, как да кажа, сплутени към това, което се опитваме да направим. Това е в полза на цялото общество. Как мы видим, вопросы ему были заданы хорошие, но на ключевой он так и не ответил, снова опустившись в бессмысленную и эмоциональную демагогию, обвиняя во всем народ и жалуясь на неуместные вопросы. Поэтому я вижу лишь еще одно подтверждение того, что болгарский министр транспорта является высокомерным и абсолютно некомпетентным чиновником, которого нужно гнать в шею с ссаными тряпками. Пошел нахер, мальчик! Небольшое обновление. Пока я записывал и монтировал ролик, в Болгарии сменилось правительство и на позицию министра транспорта была назначена некая Красимира Стоянова. Кто она такая, что за птица, покажет время. Так что мне сказать об этом нечего, кроме того, что я рад, что сместили этого незадачливого госчиновника. Ну что, вот вам хваленый новый старый немецкий вагон в болгарских железных дорогах. Вагон снаружи был заклеен красивыми заклейками, но не весь состав был укомплектован заклеенными вагонами. Создается впечатление, что БДЖ решили так заклеить только те вагоны, которые были разрисованы граффити по пути в Болгарию. Об этом инциденте я говорил в предыдущей части, которую вы можете посмотреть по ссылкам на экране и в описании к ролику. Внутри же вагон действительно новее и чище, работает кондиционер, но в нем стоял неприятный запах, как будто бы от бомжа. И нет занавесок на окнах. Еще и кресла вроде бы откидываются назад, но я так и не понял, как фиксируются они и фиксируются ли. Потому что стоит тебе облокотиться, то кресло сразу же подается назад за тобой. Выпрямляешься и оно тут же занимает такую же позицию. И так все 6 часов ерзания туда-сюда. Это разве удобно? А я думал поспать. Ну и давайте я вам расскажу про происшествие, случившееся со мной. Произошло оно на станции Шивачево, Южная Болгария. Посередине ничего. Скорый, точнее экспрессный поезд София Бургас, укомплектованный этими нашумевшими новыми немецкими вагонами, сломался. Верно, сломался не по вине вагонов, ведь вышел из строя электровоз. Но это только на первый взгляд так кажется. Все-таки виноваты эти новые вагоны, а точнее их новизна. Потому что этим вагонам уже около 40 лет. И у них нет необходимых трансформаторов для работы электропитания, в том числе и для работы кондиционеров от новых немецких электровозов Siemens Smartron. Так как Siemens работают с напряжением в 1500 вольт. Тогда как вагонам необходимо напряжение в 1000 вольт. Из-за этого составы с этими вагонами приходится тянуть старыми Шкодами, которым уже более 50 лет. Потому что они могут подавать необходимые 1000 вольт вагонов. Стоит ли вам говорить, что Шкоды очень часто ломаются? Я уже однажды попал в такую ситуацию в прошлом году. И о ней также есть ролик на канале. Вот и приключение. Дымит наш локомотив. Электровоз, что-то с ним случилось. Станция горный дымник. Наш поезд остановился. В итоге нам пришлось полтора часа ждать очередную старую Шкоду. Ведь в той, что нас везла и сломалась, буквально что-то взорвалось внутри, когда он поднял пантограф. Этот момент я не успел заснять, хотя и стоял рядом на перроне. После того, как мы наконец-то поехали, кондиционер, как мне показалось, вышел из строя. Потому что минут 10 он точно не работал. Но потом все же задул холодным воздухом. Напомню, что дело было 1 августа, когда на улице было примерно 37-38 градусов тени. Короче, я остался сильно разочарован. Вагоны эти только второго класса, так как вагоны первого класса не прибыли в Болгарию на момент моей поездки. Если вообще таковые были заказаны. Сам поезд TV3683 классифицируется как экспресс. Хотя он не отвечает стандарту экспресса в Евросоюзе. Поскольку движется со средней скоростью ниже 100 км в час. На этих вагонах я покатался уже 3 раза. Я также следил за тем, насколько часто этот поезд опаздывает. И он совсем не отличается от других поездов, имея все те же проблемы. Думаете, и один такой везунчик, что попадаю вечно на опоздание и поломки поездов? Или что я такой старый и вечно недовольный брюзга, придирающийся к мелочам? А вот и нет. Вот вам вкратце еще одна подобная история. Поезд с номером EV3684, который едет в обратном направлении с Бургаса в Софию, 14 июля 2024 года также не обошелся без происшествий. Сам поезд должен был отправиться по расписанию в 16.00. Но состав на перрон подали за 15 минут до отправления, причем маневровым локомотивом. А это значит, что при жаре в те же 36-38 градусов, кондиционеры в вагонах не работали. Сам же тяговый электровоз подали с опозданием в 20 минут. А это, в свою очередь, запустило цепочку следующих событий. Из-за позднего отправления и несвоевременного включения кондиционеров, которые, по словам очевидцев, все равно работали слабо, а в одном из вагонов и вовсе не заработали, одному пассажиру стало плохо, и он потерял сознание от теплового удара. А беда этих вагонов в том, что окна в них не открываются. Открываются лишь по два окошка в начале и конце вагона, которые закрыты на железнодорожный треугольный ключ. И проветривать в пути было невозможно. А все потому, что некоторые люди слишком поверили в себя и в старую 40-летнюю технику, пусть и немецкого производства. Так вот, на станции Твордица пострадавшего человека вывели из поезда и заранее вызванный наряд скорой оказал им необходимую помощь. Пассажир этот, в итоге, добрался до своего пункта назначения на другом, более позднем поезде. А сам хваленый и так называемый сарказмом министерский поезд отправился дальше по пути своего следования с опозданием уже в 50 минут. Более подробно об этом случае вы можете прочитать в статье, ссылку на которую я оставил в описании к ролику. Ну и еще пара ситуаций произошли с болгарскими поездами, пока я монтировал этот ролик. Сперва появилась информация, что пассажирам электрички Симис Дезеро, следовавшей из Пловдива в Димитровград, пришлось ее толкать из-за проблем с подачей электричества на контактный провод, что привело к блокировке электрички. Толкание поездов вообще запрещается, поскольку пассажиры могут быть подвергнуты опасности на путях. Второй инцидент случился в поезде, следовавшем также из Пловдива, но в Варну, когда электровоз недалеко от станции Черпан воспламенился. От дыма один из машинистов потерял сознание, была вызвана скорая и машиниста госпитализировали, а пассажиров развезли до Варны иным транспортом. Эти два случая и стали поводом для смещения с должности министра транспорта, героя нашего выпуска Георгия Гвоздейкова. На мой взгляд, вся эта затея выглядит фальстартом или же выстрелом себе в ногу, и получилось у БДЖ все как всегда. Возможно, они хотели как лучше, но закономерно получилось ровно так, как они умеют. На большие, при нынешнем состоянии болгарских государственных железных дорог, персонала, который в нем работает, а тем более рыбы, которая портится с головы в лице министра транспорта, БДЖ не способна. И такая эксплуатация этих новых вагонов теряет всякий смысл. А сами эти вагоны превращаются в чемодан без ручки. Вы же можете оставить в комментарии к этому ролику свое мнение, согласны ли вы со мной или нет. Мне будет интересно почитать. А также опишите ваш опыт поездки по болгарским железным дорогам. А это все на сегодня. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok